здравствуйте дорогие друзья мы продолжаем нашу серию видео общения с нашими любимыми и дорогими зрителями зарисова здравствуй здравствуйте дорогие друзья сегодня мы решили взять такую очень широкую тему для обсуждения а тема будет касаться наш разговор будет касаться любви жизни и смерти диапазон сегодня лада выбрала для обсуждения действительно тема интересная тем более что мы в предыдущем видео с михаилом подняли очень интересный вопрос относительно подкаблучника и много людей мне задают вопросы как это почему почему подкаблучник и я бы хотела наверное эту тему более широко раскрыть я думаю что потом наверное к нам присоединиться в следующем видео михаил он расскажет еще расширить свои мысли относительно этого ну а мы с тобой наверное определим какие-то вот эти вопросы которые я думаю что для людей надо обознать да вот скажи такое впечатление что за последнее время понятие любви у людей изменилась скажем так расширилась о чем чаще всего задают тебе вопросы связанные с этой темой знаешь для того чтобы объяснить замысел вот то к чему я хочу сегодня прийти чтобы наш слушатель осознал наверное нужно вернуться к нашим базовым настройкам и тогда все будет понятно я отвечу на твой вопрос ну и отвечу на вопросы зрителей дело в том что мы постоянно говорим о том что мы попадаем соприкасаемся и активно уже участвуем в квантовом преображении и квантовая среда которая заставляет нас меняться она проявляет кто есть кто и таким образом мы все четче и все яснее видим наши тактико технические характеристики с которыми мы пришли на эту землю и поскольку сознание людей она все больше очищается от лжи от иллюзии от каких-то вирусов поскольку квантовое поле одна из его таких важных процессов один из важных процессов это очищение и мы видим истинность и это действительно очень ценно так вот исходя из того что мы наблюдаем и как мы видим реализуют себя люди мы уже с вами говорили о том что есть несколько видов людей здесь на земле одни проявляются как непосредственно божественные души мы их называем звездные люди это архат и магерами другие у нас это земные люди мы еще называем люди матрицы и есть волновые люди это те а души которые начинают пробуждаться и рождаются в волновом мире то есть они по сути из спящего своего состояния они как бы вылупляются из вот этой своей своей как бы кужурки да и проявляется в волновом мире это тоже очень такой волнительный трогательный процесс так вот исходя из этих пониманий мы можем ориентироваться на то как человек чувствует любовь как он ее понимает и что для него такое любовь мы все хотим быть любимыми мы все хотим иметь того человека с которым ты можешь обмениваться энергиями ценностями мыслями бы там который позволяет тебе чувствовать вот эту любовь и проявлять ее то есть это самое высшее такое чувство но вопрос в том что любовь по себе она тоже имеет разные аспекты разные планы и это не только она не как это неоднородно есть безусловная любовь есть любовь например матери к сыну к дочери это также разная любовь если вы начнете различать ее есть любовь к мужчине у женщины да есть мужчины и любовь к женщине мы знаем есть другие варианты любви перечислять эти варианты скажи но вот ты упомянула земные люди звездные волновые для этих категорий людей любовь это разное но вот так конечно теперь давай посмотрим как когда мы говорим о земном человеке человеке матриц мы понимаем что это человек который был создан для обслуживания определенной системы мы их так и называем что они рожденные это люди ману они рождены чтобы обслуживать определенную систему и у этой системы есть свои ценности есть свои задачи есть свои авторитеты свои идеалы есть свои параметры в которых этот человек живет и принимает их за правильными человек ману или человек системы или матричный человек или земной человек это все одно и то же это человек который слушает и исполняет волю системы поэтому если система сказала прививаться они будут прививаться потому что их базовые смыслы и ими вернее их базовыми смыслами управляет сама система и поэтому им бесполезно там что-то доказывать рассказывать потому что они не являются самостоятельными игроками они как раз одна одни из программ самой системы которые призваны самообслуживать эту систему обслуживать эту систему и здесь категории любви тоже соотносятся с теми ценностями которые есть системы а которые какие ценности и системе это материальные благо это человек который эффективен успешен и идеален если он чего-то добился то есть он имеет материальные какие-то достоинства дата машина деньги еще что-то карьера когда он успешен в карьере то есть все что касается материального мира и здесь выстраиваются конечно и параметры что он должен быть таким-то таким система создала кодекс правил и человек должен женщина должна быть такая-то такая-то мужчина должен быть таким-то таким-то ребенок должен быть таким то есть кодекс правил по которой если ты следуешь значит ты соответствуешь определенному идеалу а если ты не следуешь этому идеалу то конечно что ты Ты как бы проигрываешь значительно, и к тебе уже совсем другое отношение. И любовь в системе между людьми строится как раз на соприкосновении именно этих правил, идеалов, законов. То есть это люди, которые любят то, что видят, то, что можно потрогать и с чем можно повзаимодействовать на уровне бытовом, социальном и так дальше. Поэтому они, например, мужчины, такие женщины оценивают с позиции физического ее тела, умственных способностей, насколько она эмоционально раскрыта или закрыта, насколько она материально успешна, насколько она как личность может покоряться, например, или наоборот быть ведущей. То есть в зависимости от того, что тебе больше нравится, то есть она доминатор или она наоборот вективная женщина. И вот здесь как раз эти все параметры, это параметры человека матричного. Когда мы говорим о любви матричного человека, то в своем проявлении интереса к другому человеку и что его цепляет, как раз именно эти категории. И это нужно абсолютно нормально понимать, потому что по-другому они не умеют. У них нет других сканеров, которые могут сканировать, чувствовать и воспринимать человека. Я думаю, здесь понятно. Теперь, когда мы перейдем к звездному человеку, вот здесь уже другие параметры. Здесь параметры в том, что звездные люди, они чувствуют энергетику. Это очень важный момент. То есть воспринимая глазами, они в первую очередь ощущают, насколько энергетически это вкусный человек или невкусный. Насколько с этой женщиной у тебя внутри все вибрирует именно на уровне энергетики. И ты чувствуешь поток, тебе хочется куда-то лететь, тебе хочется смотреть на эту женщину и не отводить от нее глаз, глядя в ее глаза. То есть вот это момент, когда любовь рождается от соприкосновения души с душой. И нужно сказать, что когда мы говорим о любви, например, того же мужчины матричного и мужчины звездного, то звездный мужчина, он прекрасно понимает, что все в этом мире есть любовь. И для него это очень важный аспект уметь действительно любить, отдавая себя и отдавая все, чем ты владеешь. Потому что он прекрасно знает, что ему здесь ничего не принадлежит. Вся материя, она принадлежит женщине. Поэтому его задача это научиться выстраивать структуру и управлять этой структурой, удерживать ее. В этом его кайф. То есть чем круче у него сложилась система какая-то интеллектуальная, духовная, организационная, он получает кайф и наслаждение от того, что он выстраивает сам каркас. Но он прекрасно понимает, что без женщины все это не имеет смысла, потому что все он делает ради того, чтобы этим восхитилась его женщина, чтобы она вошла в этот дом и наполнила этот дом своей энергетикой, своей красотой, своей чувственностью, своей вот этой женской силой, которая дает возможность всему расти. И тогда он, отдавая ей все, что он создал, он получает кайф от того, как оно развивается, как оно растет, как оно преображается. И в мире духовном, в звездном нет права собственности, ее просто нет, оно есть в материальном плане. Поэтому звездные люди, отдавая все, они также понимают, что когда они это берут, это тоже им не принадлежит. Они просто какое-то время имеют возможность повлиять, попользоваться и оставить этому миру то, что они создали. Понимаешь, это очень ценность, ну большая в понимании. И поэтому взаимодействие звездного мужчины и женщины как раз и строится на таких отношениях, что ему в кайф, что его женщина распаковывается вся. Это не означает, что он где-то задавлен или он является каким-то объективным мужчиной. Абсолютно нет. У него настолько сильное и мощное создание, что в его мире женщина не имеет ограничений. И женщине принадлежит, любимой женщине принадлежит все то, что он создал. Он не ограничивает ее ни в чем. И старается максимально проявить любовь, потому что когда он проявляет любовь, он таким образом держит ее сознание, ее сущность в своем поле. То есть создавая как бы вот такой вихрь, где она кайфует. И чем больше она получает наслаждение от этой любви, его внимания, то здесь очень важно, чтобы внимание Архата было на женщине. Чем больше он концентрирует свое внимание именно на женщине, тем она фонтанирует больше вот этой шакти. И, конечно, что его мир наполняется жизнью. Что это в реальной жизни означает? Он, например, придумал какую-то идею, которая ему просто в кайф зашла. Вот у него что-то сложилось. Когда он это рассказывает своей женщине, эта идея уже начинает материализовываться. Потому что она материализуется через то, что женщина смотрит восхищенно, облюбленный говорит, да, я хочу, мне это нравится, я хочу, чтобы это было. А почему женщина хочет это? Потому что она свято верит ему, она понимает, что это самое лучшее вообще, что может быть. И кайф в том, что это придумал именно он. То есть она восхищается, им она восхищается, по сути, его умом, его сознанием, его вот этим духом, который он проявляет. И он, чувствуя, что она устремилась в его дух, и этот дух востребован, он, конечно, раскрывается максимально. То есть он фонтанирует идеями. Пусть они самые сумасшедшие, но они становятся реальным в тот момент, когда женщина в них верит, вкладывает в себя и говорит, да, я хочу, чтобы это случилось. Вот это любовь Архата и Магерани, поэтому здесь понятие подкаблучника, оно абсолютно не соответствует тому понятию, как это воспринимают земные люди. И теперь, когда мы переходим в отношения земных людей, матричных, у них все очень поделено, потому что мужчина контролирует только какое-то очень небольшое пространство своей реализации. И он очень отстаивает, что это мое, я тебе это не дам, потому что я больше этого не достигну. А женщина хочет забрать, потому что она понимает, что в этом мире все имеет ограничения. То есть вот столько материи, столько ты можешь взять, там дом, там еще что-то, там еще что-то. И она говорит, что, ну, часто проявляется, что отдай мне, отдай мне. Ну, в принципе, это женщине изначально как бы принадлежит. Но отдать и, знаешь, умереть и родиться заново может только Архат. Потому что земной мужчина, он боится, что он, если дойдет до грани обнуления, он больше не сможет возродиться. Поэтому он держится за последнее то, что у него осталось. И вот то, что осталось, он пытается сохранить, чтобы на этой базе развиться и выстроить себе что-то новое. А Архат не боится утратить, потому что он прекрасно знает, что дух вечен, и все в его руках. То есть он всего достигнет заново, и все может быть снова, как это сказать, воспроизведено. Но если он увидит вот эти любящие глаза своей женщины, и она скажет, да, я хочу. И мужчине кайф, ну, звездному кайф не от того, что он материально прирастает. Он не получает звездный от этого наслаждения. Он получает наслаждение, когда идет процесс, когда его дух горит вот этим светом и начинает фонтанировать идеями, знаниями, озарениями. И в этот момент его любимая женщина смотрит в глаза и, ну, по-настоящему получает оргазм, духовный оргазм вот от этого света. Это и есть настоящее истинное взаимодействие, любовь звездных людей. А у материальных мы понимаем, что все по-другому. Она получает наслаждение, когда он добывает материальные ресурсы, когда у него растет его эго, то есть что он там достиг каких-то высот, вот он власти такой значимый, его все боятся. А я того знаю, а я того знаю, а я с тем общаюсь, а он общается с теми. То есть вот это такая земная, как говорят, тусня и авторитет. Это и есть матричные люди. Это мир, в котором они выстраивают свои взаимоотношения, любви, ненависти, роста своего. Но на базе как раз ценностей непосредственно определенной системы, которую они обслуживают. И там есть всегда потолок роста, потому что если они достигают самого высшего уровня, и дальше уже некуда расти, они просто падают в ноль. И там и идут или на пенсию, или спиваются, или еще что-то, потому что движение в системе всегда ограничено. А у звездных людей нет ограничения. Их поток и взлеты, падения – это один такой танец, который не завершается никогда. И сама прелесть этого в танце в том, что ты проходишь все эти процессы рождения, умирания, любовь. Когда там, например, любовь уходит, но она не уходит как таковая, потому что даже если Архады и Магера не расходятся, они все равно связаны между собой. Они как души помнят друг друга и всегда готовы в определенный момент снова вступить во взаимодействие, но уже в разных аспектах. Ну вот где-то так. Я думаю, что я более-менее достаточно объяснила. Относительно волновых людей, вот волновой человек, он уже получается выбирает. То есть у него, ему хочется и материальных благ, и он понимает, что есть его часть, которая говорит так, нужны то-то, то-то, то-то. Она должна быть такая, такая, такая. А его волновая часть говорит, что я хочу вот этого полета, я хочу почувствовать, как это отдать себя и принять тотально свою женщину, что это такое. Ему всегда хочется это пережить. Но в этом есть опять же, знаешь, есть кайф каждого человека в каждой системе. Просто важно понимать эти ценности, эти этапы развития и наслаждаться ими. Знаешь, Ладушка, я вот хочу какую-то затронуть тему, касается женщин. Читая комментарии под различными статьями, ну, можно легко предположить, что пишут это земные мужчины, значение женщины, они абсолютно не, очень многие мужчины в комментариях под статьями нивелируют абсолютно хоть какую-то значимость женщины в их жизни. Потому что, ну что сейчас, быт очень легкий, машинка стиральная есть у всех, пачка пигменей в холодильнике, это вообще не проблема. И зачем, говорит, это надо вообще, вот все эти заморочки с женщинами, их каприки, как еще, знаешь, это вот такое недавно появилось слово, хотелки, понимаешь, то есть типа мужская жизнь, семейная, это просто обслуживание женских хотелок, хотя на самом деле вообще женщины уже ничего не значат в этом мире. Ну, сделать ребенка, хоть у какой-то там посторонней женщины и время от времени там его навещать, вообще проблем нет. Всегда ли так было, или просто вот как, мне кажется, какая-то вот такая тенденция пошла, вот, и почему это происходит в России? Ты знаешь, я уверена в том, что мы сейчас находимся на таком переходном периоде, когда мы уходим от старых форматов, и мы сами переформатируемся. И здесь идет, знаешь, как бы снос старых матриц, старых программ, и на их место будут приходить новые. Они уже приходят, просто они все это видят и еще осознают. Когда человек попадает в свое одиночество, это очень крутая тема, потому что мы каждый, кто идет на уровне развития, вот это обнуление, смерть и перерождение, одним из этапов есть вот это одиночество, о котором мы говорим. Просто человек может в нем зависнуть, потому что он получает кайф от самого себя. И это очень здорово, потому что, когда мы довольны своим пространством, которое мы выстраиваем, и нам хорошо, это означает, что рано или поздно в наш мир придет тот человек, который будет тоже кайфовать от нас, от нашего пространства. И здесь очень важно, чтобы и вы кайфовали от его присутствия. И тогда получается вообще новый формат отношений, вот тот, о котором я говорю, когда мужчина растворяется в своей женщине и тотально наслаждаясь ее проявлением, просто кайфует от того, как она раскрывается ему. Но это возможно только в том случае, когда мы прошли вот этот период своего заключения, такого очень часто, потому что на первом этапе люди чувствуют себя не совсем комфортно, когда они одиноки, находятся в таком как бы одиночестве. Потому что у них сначала идет, я хочу в прежнюю матрицу, а там было хорошо, а там меня хоть там, пусть там мы дрались, пусть там было все, но там хотя бы был какой-то обмен энергии, и меня хоть как-то любили, не было одиночества. Потом начинается следующий процесс, что я уже туда не хочу, я вернулся, попробовал, посмотрел, мне там уже это не мое. Человек начинает ценить то, что у него уже есть. Потом он начинает осознавать себя, изучать себя, выстраивать свой мир в соответствии со своим внутренним миром. Это тоже такой очень интересный процесс. Ну а потом, когда он вышел уже на тот уровень, что его внутренний мир раскрылся максимально, и он получает кайф и наслаждение от себя, от мира, от взаимодействия с ним, вот тогда уже начинается период трансформации, вхождения в партнерские отношения, там, любовь и все, что мы знаем, когда человек обменивается энергиями с другими. Поэтому, безусловно, что вот этот процесс, когда одиночество на этом уровне, что мне никто не нужен, и мне достаточно быть одному там или одной, он завершается, если идет гармоничное развитие человека, и тогда он перейдет на другой этап со временем. Если же он не проработал себя, если в нем очень много ненависти, боли, ожидания другого человека, он ждет, что его кто-то, ну, что партнерство, там, любовь, это тогда, когда тебя кормят, с тобой занимаются любовью, тебя обеспечивают, тогда развитие не идет дальше. То есть ты все равно будешь крутиться на этом уровне, тебе это будет приходить, потом тебя это будет раздражать, тебя будут кидать, использовать все то, что ты хочешь от других, также будут делать с тобой, и это период, который может длиться там не один год. Ну, а потом, со временем, опять же, если человек работает над собой, избавляется вот от этих всяких разных таких травм, невежества, программ негативных, он обязательно выйдет на то состояние, когда тебе кайфово самим собой, а потом кто-то захочет твою норку и скажет, я тоже хочу с тобой побыть, покайфовать, пожалуйста, пусти меня в свою рукавичку, да, и все, и сказка начинается, и очень интересная. Я все хочу спросить, Зарислав, как зовут твоего кота? Он просто уникальный, мне иногда кажется, что через его глаза смотрят какие-то совсем другие сущности, и не всегда это кот. Это кот, это безусловно кот, но через его глаза действительно иногда смотрят, и более того, внимательно тебя слушают. Да, я это часто вижу и понимаю. Да, поэтому, ну вот, наш кот, тебе передать, такой активный участник наших программ стал. И интересно очень действительно наблюдать, когда вот ты говоришь о волновых людях, да, и о том, что мы обмениваемся энергией, ну, между мужчиной и женщиной, это действительно так, и ощущения-то действительно вот настолько сильные, и, ну, что это ты не будешь думать, что это какая-то фантазия, когда ты конкретно чувствуешь чей-то поток. Вот, и, конечно, вот такие вот, такой энергетический посыл может идти и вот из таких живых, живых котов, несмотря на то, что они нарисованы. Ну, надо еще сказать, авторство этого кота, это художница совершенно, конечно, непростая женщина, которая создала этого кота, и это не единственная ее работа, ее зовут Инесса Бородина, это не единственная ее работа, которая обладает вот такой волшебной силой. Я думаю, что это, вернее, я уверена, что все ее работы обладают такой силой, и это как раз одно из проявлений истинного волнового человека, звездного Маггерани, то есть творчество Маггерани, которое не форму создает, не материю, а которое создает действительно нечто, какой-то такой энергетический объект, который может... Живой. Да, как живой. Он нарисован на бумаге карандашом, но это лишь вот видимость его материальной сущности, ну, вот как наша кожа или там наши волосы, но мы же не только эта оболочка, да, материальная, мы же наша сущность живая, и вот даже предметы вот такого вот характера, как вот работа Инесса, вот этот код, и более того, вот если мы, ну, вот наши слушатели не знают этого, это было на одном из наших, ну, так скажем, закрытых, да, просто учебное занятие, когда Лада заговорила, например, о Боге Шеве, и настолько ярко было вот его проявление через вот эти глаза, когда ему стало очень интересно послушать о том, что Лада говорит, и всё ли она говорит так, как он хочет, чтобы было о нём сказано. Вот такие проявления мы можем наблюдать. На что говорить о нас, о живых людях, да, о людях, которые, как Лада говорит, живорождённые, да, не... Я хочу сказать, что, да, что действительно, когда ты соприкасаешься с полновым миром в другом режиме, ты его начинаешь чувствовать, понимать, ощущать, то на тебя реально начинают смотреть глаза отовсюду, и ты понимаешь, что мир настолько кишит жизнью, вот этой волновой жизни, что столько вокруг интересных сущностей, которые, они, ну, наблюдают за тобой, но они могут и общаться, они могут рассказывать, и это действительно, ну, колоссальная возможность, когда ты и человек, и одновременно ты волновое существо, которое созерцает, наблюдает этот мир. Я не буду пугать наших зрителей, потому что сейчас начнётся, что духи же разные бывают, хорошие и плохие. Я хочу сказать, что, конечно, они у меня нет духа. Конечно, я прошу прощения, Ладошка, что я тебя перебила, но мы, конечно, не о тех духах. Ты знаешь, вот интересно, буквально вчера у меня состоялся разговор с одним человеком, с мужчиной, который рассказывал мне о себе и своей любимой, о том, что, несмотря на то, что они сейчас живут не вместе в разных местах, в разных городах, он говорит, она прекрасно чувствует моё настроение, она всегда знает, о чём я думаю, она считывает моё состояние вот просто легко, и так же вот он чувствует её, для него нет проблем, что, ну, есть проблема или нет проблемы в том, что они не вместе, это уже немножко другая тема. Возможно, конечно, они были бы и счастливы, если бы могли физически находиться рядом с друг другом, но сейчас у них обстоятельства такие, что они далеко друг от друга, но они, тем не менее, они настолько близки, что они могут вот в своём, именно волновом взаимодействии, что для них нет, им не нужно писать письма друг другу, чтобы спрашивать, а что ты чувствуешь, а какие события у тебя сегодня были, а что ты сейчас делаешь, какое у тебя настроение. Это как открытая книга. Твой любимый человек, если он действительно твой, то нет там никаких энергообмен, обмен чувствами, эмоциями, идёт просто вот напрямую, невзирая на то, что ты не видишь человека и не можешь возможности быть к нему близким сейчас. Это как раз, видишь, квантовая суперпозиция. Он настолько близкий, что ближе никто не может быть, но в это время он настолько далёкий, что к нему не дотянуться. То есть мы, я очень часто об этом говорю и в наших занятиях, и в своих видео, что мы уже находимся в квантовых вот этих процессах и очень важно их осознавать, понимать, потому что, а дальше будет ещё круче и ещё круче. И, конечно, что тот человек, который не успевает адаптироваться к этому, то он зависает и он уже перестаёт понимать и быть гибким к тем трансформациям. А кто воспринимает это в кайф, с радостью, с наслаждением, то у того, наоборот, идут такие мощные, крутые процессы. И, знаешь, я вот заметила, у меня очень много людей, ну и в наших чатах, ты видишь, что сейчас идёт спор о том, прививаться или не прививаться. Очень многие люди, ну, как правило, звёздные это всё говорят, что ни в коем случае, потому что иммунитет человека совсем справится, всё будет отлично. Люди системы, они очень жутко боятся, потому что эту штуку нагнетает как раз система. И здесь идёт такое, как бы, определённая война между этими людьми, потому что звёздные говорят, не надо, всё будет классно, мы это переживём, уберите страх и ничего не будет. А человек системы, он говорит, вы что, если бы не там прививка, в определённое время мы бы все умерли и так дальше. То есть, и доказать что-то человеку матричному бесполезно, потому что он оперирует знаниями, информацией, правдой, которую владеет система. И система корректирует своё народонаселение для того, чтобы перейти в следующий процесс, который, она уже понимает, что будет дальше, какая будет трансформация, и столько населения ей, например, не нужно. Поэтому она таким образом решает свои вопросы. Звёздный человек это видит, понимает, и очевидно ему все процессы. Но для человека в матрице это непонятно, потому что он не выходит из, ну вот этой системы в нас систему, и не может видеть этот процесс, процессом, тем более его ум очень чётко заточен под программы системы. Поэтому здесь как раз, ну как бы имея такую возможность, я хочу обратиться к тем людям, кто в одной как бы стороне или в другой стороне матричного человека вы не измените. У него есть его программа жизни, программа смерти и программа реализации. Максимум на кого вы можете повлиять это на волнового человека, который колеблется, да или нет, кто он, он в системе как часть матрицы или он всё-таки в звёздной системе и он хочет развиваться дальше. И это как раз есть вот это, как говорят, жатва, когда божественный мир, надсистема, она выбирает как бы зёрна от плевел, да, отбирает. А, ты нормально, я осознаю всё, ты в эту сторону. Ага, ты человек системы, ты в эту сторону. С тобой будет то, с тобой будет то. И если человек включит своё видение именно то, которое его природное, он очень быстро со всем разберётся, его ни в чём обещать не надо. Так что, вот таким образом. Зарисла, что давай, наверное, мы будем заканчивать для того, чтобы люди не уставали, а мы сделаем следующее видео и рассмотрим другую тему, которая будет тоже не менее интересной. Так, ну а как же жизнь и смерть? Мы продолжим с тобой. О любви мы поговорили, мы даже о жизни и смерти поговорили за медь, когда мы говорили о человеке в системе и вне в системе. Я думаю, что здесь мудрый человек поймёт, о чём я говорю, а мы не можем больше рассказать, поскольку нейросеть Ютуба скажет нам «но-но», а мы не хотим, чтобы это было. Хорошо, друзья, ну тогда мы заканчиваем на этой ноте и ждём вас на нашем следующем видеоэфире. Да, ещё, друзья, присоединяйтесь к нашим чатам, у нас сейчас идёт очень классная тема, мы запустили в квантовое поле как найти свою звёздную половинку и в чате идёт очень активная работа по тому, чтобы звёздные люди могли встретить свою любимую душу. Так что присоединяйтесь, пишите Зариславе, там внизу под видео будет её телеграмма. Телеграмма. Да, её в телеграмме и я, конечно, добавлю вас в чат наших знакомств. До новых встреч. До новых встреч. Всем пока. Ика, то пока. Пока.